Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялся отчетный концерт по актерскому мастерству. Участники публикуют с него очень много фотографий. В то время как Настя Волынец вынуждена была находиться в изоляторе, Надя Соколовская захотела поехать на отчетный концерт в машине с Богданом Бобриком. И в итоге, в день женского голосования, коллектив ополчился против Нади Соколовской. Целой день я думала об уходе с проекта, я собрала вещи, была настроена решительно. А причина – за почти три месяца нахождения здесь не было ни одного свободного и достойного человека, с которым бы я построила отношения. На голосовании «Остров любви» проголосовал против меня, и некоторые участники на поляне тоже. Я была удивлена. Я ведь и так хотела уйти с проекта, а сейчас вы меня выгоняете. Это бред. Затем участники меня поддержали и уговорили остаться, а вместо меня ушла новенькая Юля. Кристина Лисковец сделала для Феди Стрелкова красивый романтик. «У меня самая красивая, умная, нежная, а самое главное – любимая невеста», – пишет Федя. Ольга Жемчугова в видеоблоге рассказала о том, как прошел ее отпуск. Отдохнула она хорошо, ходила два раза в ресторан. Но Глеб постоянно выносил мозг. Он собирал все в кучу и про развод говорил. Придумал Оля любовника, жаловался, что ему тяжело с ребенком. Хотя во время ее отсутствия он не скучал, ездил во Владивосток на два дня и часто встречался со своими друзьями. Как рассказывает редакция сайта «Дом-2», после приезда Ольги на Поляну между ней и Глебом разгорелась ссора. А ругаются они из-за бывшей девушки Вани Барзикова. После того, как Глеб ударил жену по лицу, она попросила развод. Глеб же не хочет расторжения брака и своей вины в случившемся не видит. Он быстро забрал документы на ребенка, чтобы жена в сердцах не увезла сына. Илья Яббаров признался, что он не видит ничего плохого в том, чтобы быть альфонсом. «Лучше быть альфонсом, чем лохом по жизни. Я принимаю подарки от богатой женщины и ничего плохого в этом не вижу. А в скором времени моя поклонница обещала пригнать мне дорогую машину». А теперь перенесемся на остров любви. Рита Керн, которая находится в роли главной служанки, специально провоцирует участников. «Из милой доброй девочки я превратилась в провокатора. А что поделаешь, надо невест проверять на стальные нервы, а мальчиков на чувства». Как вы помните, Лизе Кордобовской раньше нравился Саше Задойнов. Теперь же девушка поняла, насколько глупо она себя вела. «Сейчас, когда ушли эмоции, я понимаю, как глупо я себя вела, сама того не понимая. Я не нужна была Саше с самого начала, и слез моих он не стоит». Сейчас же Лиза очень хорошо общается с Ваней Барзиковым, который находится в паре с Ириной Пинчук. «Я не собираюсь строить провокации и специально мешать строить ему отношения. Мне просто нравится с ним общаться. Он веселый, позитивный чувак и сам тянется к девчонкам. Ну а Ваня с Ириной наслаждаются обществом друг друга. «Проводим время с Иришкой, моей малышкой», – подписал снимок Барзиков. Элина Камерен стала ведущей на музыкальном канале Russian Music Box. Вот как зрители прокомментировали эту новость. Теперь понятно, как становятся ведущими и как это не сложно. Это портфолио, оказывается, было на ведущую. «Дом-2» неправильно понял, она не проститутка. Оксана Рязко опубликовала фотографию с отдыха во Франции со своим новым возлюбленным. По слухам, Оксана познакомилась с мужчиной, когда пришла к нему в офис устраиваться на работу администратора. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на телеканале ТНТ.